Всем привет! В этом видео хотел бы рассказать вам о мышке, которая у меня в эксплуатации уже практически целых три года. На данный момент эта мышка активно продается на Алиэкспрессе и есть уже более крутые модели, более интересные возможно, но я их еще не тестировал от компании T-Wolf, которая делает не только мыши, но и клавиатуры. Собственно, плюсом этой мыши является вот за все время эксплуатации, обратите внимание, во что она превратилась. То есть она практически в таком же состоянии, как и была. Единственное, что здесь можно считать немного испорченным, это внешние хромированные части. Вот здесь под большим пальцем самая большая нагрузка и вот здесь мы видим, что есть протертости. В остальном весь хром, весь пластик, все в первозданном идеальном состоянии. Из плюсов мыши является то, что она поддерживает зарядку, у нее встроенный аккумулятор. На зарядку уходит по-разному, в зависимости от того, как вы ее разрядили. Если совсем в ноль разрядили, я думаю, часа, наверное, 3-4 и она зарядится. Я просто кидаю ее на ночь, она заряжается за ночь, я ее беру и, собственно, пользуюсь. Также из плюсов могу отметить то, что здесь есть целых три режима по DPI. Это 1200, 1600 и 2400. В целом я работал обычно на 1600. Я, конечно, и играл тоже с использованием этой мыши, но в основном я ее использовал для работы. Так вот, 1600 более чем достаточно. Притом, здесь используется оптический датчик, который невероятно качественный. Он вообще без проблем работает на разных поверхностях. Будет то глянец, будет то мат, будет то шероховатая поверхность, будет то одеяло, даже на коже. То есть, вот так вот. Если водить, то он кожу воспринимает совершенно прекрасно, на коленке можно работать. Скользящие накладки, они здесь выполнены тоже из высококачественного пластика. За время эксплуатации, вот видно, что он не истерся до тех пор, чтобы даже надпись коим образом была задета. То есть, действительно, все высококачественно сделано. По поводу свистка. Здесь используется свисток, как обычно, для подключения по радиоканалу. 2,4 ГГц. Этот свисток без проблем работает без драйверов. Просто втыкаете в ноутбук, компьютер, куда угодно. Он подтягивает автоматически драйвера, и все у вас будет работать прекрасно. Расстояние примерно около 10 метров, что тоже является очень хорошим показателем. У меня за время эксплуатации больше 8 метров не получалось отдалиться, просто потому что такая локация. Но в целом, я уверен, что и на большем расстоянии будет работать без проблем. И, естественно, при условии того, что не будет никаких преград. Мышь работает в нескольких позициях. Первое, то есть, у нас выключенное положение. Второе положение, мы просто ее включаем, и она уже работает. И третье, она работает и при этом попеременно моргает RGB-подсветкой. Подсветка очень красивая, не навязчивая. Ночью это не противно смотрится. Цвета очень приятные и очень красиво распределено по всему корпусу. Мышь бывает в нескольких цветовых решениях. Белый, черный вот такой и еще черный с другой окраской. За время эксплуатации не убилась ни одна кнопка. Работает прекрасно скроллинг. По удобству я могу без тени сомнения сказать, что это была одна из самых удобных мышей, которые я эксплуатировал за всю свою жизнь. Она, конечно же, крупногабаритная. То есть, она предназначена в первую очередь для игр, для офисного использования, для работы за компьютером. Ну и для мобильного использования тоже можно ее использовать. Просто она большая и она не в каждый карман поместится. Но видно, насколько удобно здесь находится рука на ней. Кнопка в скроллинге также присутствует. Сами кнопки довольно тихие, на удивление. Очень-очень тихие. Единственное, что кнопка скроллинга, она немножко буквально цокает. Ну, то есть, это нормально. И цокание такое приятное, очень благородное. Мне нравится. Приятный материал, здесь приятное покрытие. Пальцы нисколечко не потеют, нисколечко не скользят, потому что здесь используется софт-тач в его правильном понимании. То есть, он не замызганный какой-то, он не шероховатый, он реально приятный на ощупь. И при этом мышь очень хватко держится в руке. Также хотел бы отметить, что батарейки в мыши хватает примерно на 1-2 недели в очень жесткой эксплуатации. Если редко пользоваться, может хватить на месяц-два. Кабеля, конечно же, в комплекте нет. По крайней мере, 3 года назад, когда я покупал, кабеля не было. Может быть, сейчас уже появился. Также мышка прекрасно сама засыпает и отключается. Для ее активации достаточно ее просто пошевелить. Мышь не тяжелая и прекрасно можно использовать ее для игр. То есть, она реально вливается просто в руку. И в играх, я уверен, вы ощутите разницу по сравнению с обычными мышками этой ценовой категории. Также мышь прекрасно работает не только на Windows, но и на Linux и на Mac OS. Естественно, 99% времени я ее эксплуатировал именно на Windows. Убунту, там, Linux'ов у меня, конечно же, нет. Но на Mac OS она тоже работает прекрасно. На MacBook Pro 15, 17 и 19 годов, работает мышь без всяких проблем. Здорово, что не нужно устанавливать никакие драйвера. Она автоматически подключается за секунду. Она невероятно удобная и шикарная по цене. Конечно, сейчас не буду говорить про российский рубль, потому что немножко тут все ухудшилось. Но если говорить в долларах, то она как стоила, так и стоит примерно 10 долларов. Со всякими скидками. Ну, а обычный стандартный ценник у нее где-то 12-13 долларов. За такое удобство, за такую надежность, за хорошую автономность, я считаю, что это невысокий прайс. Можете написать в комментариях, кто пользовался такой мышкой, напишите, понравилась вам она или нет. Я, например, в восторге. Мне как раз таки нравится делиться своим опытом эксплуатации по прошествии многих лет, чтобы рассказать о том, что с устройством. Насколько устройство хорошо работает как раз таки спустя годы. Потому что просто там предварительный обзор или эксплуатация в течение месяца-двух, это, конечно, здорово. Но о надежности это мало что говорит. В целом могу отметить, что мышь стоит реально покупать даже сейчас в 2022 году. У них, конечно же, есть в официальном магазине, называется он ZML Direct Store. У них там в официальном магазине очень много вариантов разных мышек, клавиатур. Я оставлю ссылку на эту мышку, а вы посмотрите в официальный магазин, зайдите. Там, скорее всего, вы найдете, может быть, какие-то более интересные модели, более красивые. И сделайте для себя, может быть, другой выбор. Но эту мышку однозначно рекомендую. Спасибо всем за просмотр. Если интересно, все ссылки будут в описании. Там будет ссылка на кэшбэк, там будет ссылка на группу ВКонтакте. Заходите туда, подписывайтесь, в Телеграм подписывайтесь. Потому что не сегодня, а завтра. Может быть, даже с вами не увидимся в привычной манере на Ютубе. Все, всем пока. Продолжение следует...